Здравствуйте, друзья, я решил украсить интервью Елены Савельевича Баканскому радио фотографиями с ее же досье. Я ее вроде бы учитель, нет, не вроде бы, а учитель Елены Савельевич, фермер Железов, влечу себе надеждой, что когда-то я буду еще и ее библиографом, потому что перед нами на уровне университета, где она училась, выдающийся студент, вот, будучи аспирантом, я считаю, выдающийся аспирант, мало того, я считаю, единственный в своем роде. Вот эта дама, вот так вот, смотрите, вот я вам объясняю, почему я хочу, чтобы вы все интервью прослушали полностью, вот. Все это вы должны увидеть, но в другой раз, а пока главное это интервью. Поехали. Потом, может быть, я что-то еще прокомментирую. Итак, внимание. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Олеся Крамаренко. Сегодня у нас в студии гость из Красноярска Елена Савельевич, аспирант кафедры Сибирского государственного университета имени Решетнева, преподаватель Краевого союза садоводов и автор книги «Сады Красноярья. Знание, терпение, трудолюбие». Поговорим сегодня о садоводстве в наших непростых сибирских условиях. Елена, здравствуйте. Добрый день. Не часто у нас в студии такие гости, прям профессиональные садоводы, хотя вот мы на нашем радио очень любим эту тему и садоводство, и огородничество. Вот вы как раз тот человек, наверное, благодаря труду которого в наших непростых сибирских условиях всё-таки можно выращивать, и нужно какие-то красивые, полезные плодовые сады, и не только. Ну, бесспорно, и красивые, и вкусные, и полезные, потому что научно доказано, что фрукты, которые вырастают там, где мы живём, и потребление их даёт больше витаминов, чем те, которые мы экспортируем. Ваша профессиональная деятельность, ваши научные интересы, они в каком русле развиваются? И вот сразу радиослушателям скажу, что передо мной на столе вот ваша книга «Сады Красноярье. Знание, терпение, трудолюбие». Это вот как раз то, что сибирикам очень нужно, чтобы вырастить сад. Ну да, если говорить о сфере моих научных интересов, то тема моего научного исследования – это селекция абрикоса и адаптация такой, казалось бы, южной культуры для сибирских условий. У меня заложены опыты в нескольких климатических зонах. Вот здесь, в Хакасии, на юге Средней Сибири, и в Красноярске, в пригороде. И у нас есть два объекта в Красноярске – это ботанический сад имени Крутовского и дендрарий нашего университета. То есть это подтаёжная зона и лесостепная. И вот мы хотим сравнить их, посмотреть, как себя чувствуют наши растения в разных условиях. Ну и плюс сейчас добавилась тема возможности использования абрикоса в качестве культуры для озеленения городских ландшафтов. Мы были в вашем парке около Республиканского музея. Там есть аллея абрикосов, которую мы высадили уже почти 10 лет назад. Вы лично участвовали? Да, и они очень хорошо себя чувствуют. То есть они очень газоустойчивые, засухоустойчивые и очень декоративные. Они цветут раньше, чем любые другие культуры, выглядят хорошо и цветут до того, как распускаются листья. Это просто для города это такая... Подарок такой, да. Плюс это ещё культура, которая может даже в городских условиях давать вполне приемлемые к употреблению плоды. И они не опасны. Их можно высаживать вблизи детских площадок. В аллейных посадках себя хорошо чувствуют. И даже если плоды созревают, они безопасны и для детей, и для птиц. Ой, я что-то переживаю теперь за эти абрикосы, которые... На самом деле, если обратите внимание на них, они находятся за музеем в районе скейт-парка и детской площадки. Когда в середине июля там полная спелость, они просто ковром лежат внизу и очень живописно выглядят. Елена, ну давайте поговорим немножко о Вашей книге. Потому что мы буквально недавно на днях поднимали уже в нашем эфире такой вопрос о том, что у нас нет такого профессионального питомника в черте Хакасии. Есть, по-моему, в Минусинском крае, в Шушенске, наверное, в Суботино, может быть. Но опять же, вот эти вопросы реонирования, насколько они приживутся у нас, потому что у нас как-то сухо, ветрено, холодно в Хакасии. Вот что Вы можете посоветовать, как правильно выбрать саженец, на что обратить внимание? Потому что, опять же, информации много, саженцев много, а результата иногда нет. Ну, на самом деле, Вы правы. Вы назвали основных поставщиков качественного посадочного материала. Это вот и Минусинская опытная станция, уже более чем со столетней историей предприятия. Шушенский госсорт и участок, который именно занимается тем, что районирует сорта, смотрят, как они себя чувствуют в данных климатических условиях. Вообще, я стараюсь рекомендовать людям, тех, кто, во-первых, проверенный, либо, если есть возможность не покупать саженцы у обочин дорог, с какими бы вывесками они там ни были, вероятность высокая того, что это либо пересортится, привезённая откуда-нибудь, ну, в лучшем случае, с Алтая или с Урала, а в худшем вообще откуда-нибудь, из центральной зоны садоводства. Поэтому, если у вас есть знакомые садоводы, какие-то опытные люди, у которых вы или были в саду, или видели, и они вас угощали плодами из своего сада, потому что, когда продают яблоки и говорят, что это наше местное, тут тоже надо подумать, действительно ли это так. Если вы выписываете откуда-то эти саженцы, то обратите внимание на то, есть ли на сайте этого предприятия указания на то, есть ли у них маточный сад, размещают ли они фотографии своих плодоносящих плантаций, где они берут черенки. То есть даже можно позвонить в любой питомник и спросить, откуда дровишки, между собой так называемые. То есть спросить, где берёте черенковый материал, чтобы прививать, и можно ли посмотреть эти посадки. И если вас не приглашают к себе в хозяйство, вы уже можете... Насторожиться. И лучше вообще туда не ехать. То есть если человеку скрывать нечего, он спокойно пригласит вас к себе, и вы увидите, и как это растёт, и как этого сделается. Часто бывает такое, что продавцы грешат тем, что они сделали большой закуп, привезли где-нибудь в районе городского ДК, продали, и больше вы их никогда не увидите. Есть вероятность того, что вы посадите, и это растение выживет. Но через несколько лет обнаружится что-то совсем не то, на что вы рассчитывали. Оно оказалось не такое вкусное, не такое крупное, или вообще погибло. И, конечно, разочарование горькое бывает у многих садоводов. Поэтому хочется, конечно, предлагать то, что будет хорошо себя здесь чувствовать, и чтобы это был гарантированный результат. Те, кто сами занимаются, они никогда не отказывают ни в консультации, ни в какой-то рекомендации. И первый вопрос нужно задавать не о том, что вы хотите получить, а где расположен ваш сад. И человек, понимая, что вы, допустим, находитесь в подтаёжной зоне, или в сухостепной, уже есть возможность предложить какую-то альтернативу. То есть есть растения, которые не терпят, допустим, грунтовых вод, или те, которые хорошо выносливые, могут в сухих условиях существовать. То есть тут нужно понимать, какие цели, для чего вы это высаживаете. Хотите ли вы это для декоративных только целей, или для употребления плодов. Тут тоже, конечно, опять можно посмотреть. Для компотов, для варенья, то есть для каких-то разных видов переработки. Для этого есть отдельные сорта, которые есть технические. И кто-то делает, допустим, домашним виноделием занимается сидоровые сорта яблок, или просто так называемое товарное яблоко, которое можно сорвать и похрустеть. Книга ваша, она как раз об этом, о сортах? Эта книга, она как бы такой своеобразный путеводитель по всем плодово-ягодным культурам, которые у нас выращиваются в Красноярье, но и в Хакасии тоже. Здесь все основные культуры – яблоня, груша, абрикос, слива, вишня, ну и плодовые и ягодные кустарники, смородина, чёрная, красная, крыжовник, жимолость, малина. Да, и есть ещё приложение, тоже наш коллега сделал из Аграрного университета, Андрей Андреевич Чураков. Там есть приложение о картофеле. Всё в этой книге настроено на то, чтобы человек при минимальных знаниях мог получить информацию, как правильно выбрать саженец, как его правильно посадить, какой последующий уход должен быть. Ну, это вот как раз для меня, для нас, для таких начинающих садоводов, для чайничков, для таких в хорошем смысле этого слова, которые мечтают о будущем, о таком плодоносящем, красивом саде. А где можно её взять? Она как-то вот в интернете распространяется? Или я-то вот уже счастливый обладатель этого путевчителя. Ну, мы сейчас продумываем вопрос распространения её в Хакасии, и, может быть, даже через книжную торговую сеть будем, либо будем обращаться в ваш союз садоводов в Хакасии. Ну, я думаю, это вопрос решаемый. То есть, при желании можно, да, через интернет можно её, конечно, найти и выписать? При минимальных знаниях, в общем-то, эта книга, я думаю, решит многие вопросы. Всё-таки что у нас можно в Хакасии вырастить? Ну, без таких очень сильных затрат. Хотя, вы говорите, и виноград у нас всё что угодно растёт. Как ни удивительно, виноград у нас самая морозостойкая культура. Ну, в Сибири, потому что он у нас укрывной. Мы его укрываем, консервируем определённым образом. За него можно не переживать, если правильно его укутать, да? Если правильно и вовремя это сделать, а потом вовремя открыть, чтобы он не сопрел, вас через 2-3 года вы уже сможете полакомиться первыми плодами. Ну, собственно говоря, это и про яблони, и про груши, можно сказать. Абакан, он изначально славился производством прекрасных косточковых культур. Это и сливы, и абрикосы, и Иван Леонтич Байкалов, наш знаменитый селекционер. Он и вне аграрных проблем Хакасии работал, и в Минусинском опытном поле был директором. Он проработал весь сортовой состав абрикоса в России. И множество садов заложил, даже промышленных, вот такого уровня. Поэтому мне очень приятно, что есть возможность продолжить его дело, и что оно не пропадёт. Поэтому, в общем-то, если правильно подобрать сорта и правильно подобрать место для посадки, можно получить всё, особенно вот здесь. Наша ещё проблема Хакасии, особенно вот и Абакан, пригород, степная зона, это, конечно, малоснежные зимы, и очень ветра у нас много. Но для этого нужно либо делать какие-то кулисы, либо садить с подветренной стороны дома, может быть, рядом с домом или рядом с забором. То есть есть так называемые тепловые подушки, которые расположены на участке, допустим. То есть правильным расположением вы можете вот эти негативные влияния смягчить. Интересно, конечно. Можно даже просто выращивать однолетние культуры именно в кулисном варианте, как там, например, какие-то высокорослые цветы, мальва там или штук розы, или даже подсолнечник, которые будут очень хорошо и снегозадержание обеспечивать. То есть оставлять его на зиму, да, как таким естественным ограждением. И мы, конечно, очень рекомендуем, чтобы растения росли на дёрне. То есть не нужно приствольные круги очищать от растительности. Можно, допустим, земляникой засадить. То есть такая растительность – это тоже будет своего рода снегозадержание. А вот у меня, мамы, любители всё там прополоть, сделать голую канавку такую вокруг дерева. Кстати, насчёт канавки – это вообще просто… Беда. Знаете, это такой агроприём, который очень подходит для южных наших территорий. То есть у нас все растения, как, например, яблони и груши, они очень-очень трепетно относятся к застою воды. То есть так как у нас раны начинают вегетировать, особенно вот вишни, сливы и прикосы, им это вообще противопоказано. То есть вот копают бороздку для полива, поливают в неё. Иногда даже просто под крону бросают шланг, и вода течёт нескончаемым потоком. Можно так сделать, но только после того, как выпалили, нужно замульчировать это. Потому что весной, когда появляются талые воды, днём оттаивает, ночью корочка ледяная схватывается, рвётся кора, а это уже для растения очень вредно и даже смертельно опасно. Да, ну вот видите, сколько нюансов. Есть об этом в книге? Да, конечно. Особенно вот косточковые культуры мы рекомендуем высаживать на небольшой холмик, чтобы не застаивалась влага, то есть снег оттаивает, и всё стекает на периферию кроны и не замокает корневая шейка. Это самое такое опасное гиблое место. Ну вот а переживают же люди за то, что вот они посадили саженец, особенно если это открытая корневая система, чтобы он же укоренился, ему же надо воды побольше, а как ты будешь на ровную поверхность воды лить? Она же растечётся, надо же, чтобы всё в корень ушло. Нет, как раз вот стержневой корень никаких всасывающих корешков не имеет. То есть поливать дерево нужно по периферии кроны, потому что вся корневая система, которая получает питание, она находится именно дальше. А именно лить на стволик – это бесполезно, потому что там стержневой корень, он, как правило, сам себе добудет влагу из земли, из глубины. Поэтому я даже считаю, что вот у нас в саду мы поливаем только саженцы первого-второго года и при посадке, и больше не поливаем никогда. Достаточно растениям климатических осадков, ну если, конечно, не засуха такая явная. Знакомые садоводы говорят, что в мае, если дождей нет, полил, и в принципе месяц вообще можно не подходить к деревьям. Ну если уж там действительно, как вы говорите, дождей совсем нет, то тогда тоже можно, и то очень осторожно, иначе можно перестараться. Дело в том, что здесь в Хакасии очень специфический гранулометрический состав почвы, то есть здесь очень много песка, и вообще супесчаные почвы распространены, либо каштановые, и большое количество каменной фракции. И очень малоёмкая в плане влаги почва, поэтому здесь, может быть, и больше нужно поливать. У нас в Красноярске, наоборот, почва такая густая, глинистая, и она очень много удерживает влаги, поэтому мы как раз наоборот разбавляем почву песком. Да, интересно. Но теперь мне будет вот с заблуждениями мам бороться легче. Я вооружена вашей книгой. Это не то, что заблуждение, это просто технологию, которую транслируют везде, и на федеральных каналах очень часто она появляется. Нужно смотреть, где это издано, кто это написал. Может быть, действительно там для Ленинградской области это актуально, а мы, допустим, на канале «Усадьба» смотрим и думаем, что если мы здесь скопируем эту же технологию, всё хорошо пойдёт. Но не всегда так. И, наверное, этот же совет подойдёт. Очень много людей же черпают информацию из интернета, и там тоже надо смотреть, откуда эти советы на вас по токам идут. Ну, это не всегда удаётся отследить, но всё равно какой-то определённый фильтр должен быть. У нас есть и в Абакане, и в Хакасии очень ответственные садоводы и владельцы питомников, которые качественный посадочный материал и сами производят, и рекомендуют, и есть и занятия, кто проводит. И вот у нас, допустим, в Саиногорске есть много мастеров таких, которых можно порекомендовать. Если ты у них получишь саженец, ты точно беды не будешь с ним знать, потому что он и закалённый, и правильно привитый, и правильно посаженный, и обязательно тебе помогут и с советом, и с рекомендациями. То есть, да, есть такие люди. Я своего учителя хотелось бы поблагодарить, да, потому что моя жизнь очень сильно поменялась в связи со знакомством с ним. Я проходила у него практику производственную ещё, когда училась в университете. Зовут его Валерий Константинович Железов. Он селекционер и по косточковым культурам, и такой признанный профессионал в выращивании абрикосов. И этот человек, он фермер, живёт он в посёлке Красный Хутор Красноярского края, напротив Саиногорска. У него большой промышленный сад и большой селекционный питомник. То есть, огромное количество невиданных сортов из Бельгии, из Норвегии. Очень много выписывают они. Даже есть австралийские сорта, которые на удивление хорошо себя чувствуют в нашей зоне. Он и его сын Сергей Валерьевич, они смогут вам помочь и с советом, и с консультацией, и никогда никому не отказывают. Найти их очень легко, и можно прямо написать в поисковике «Сад садовода Железова», и вы увидите, какая там прекрасная фотогалерея. И всегда они приглашают к себе, к ним можно в любой момент приехать, и попробовать всё это, и походить по саду погулять, и поговорить. То есть, люди очень открытые. И таких у нас здесь много. И в Майне есть Татьяна Николаевна Жестовская, специалист по винограду. У неё больше 70 сортов испытывается. У неё и персики, и хурма. Это в открытом грунте. Всё в открытом грунте, и без укрытия, без всего. И всё это при минимальном уходе. Ну, есть там кое-какие особенности, но это несложно. Слушаю вас, и не перестаю удивляться, действительно, насколько наша земля богата вот такими удивительными людьми, которые, в принципе, ну, могут всё. Я думаю, да. Спасибо, Елена, вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию, и всем нам хороших урожаев и плодоносящих садов. Да, я очень вам желаю того, чтобы вы смогли порадоваться результатом своего труда и своих родных угостить тоже. Мне кажется, вот особенность сада, в отличие от всяких огородных культур, ты когда высаживаешь эти деревья, ты понимаешь, что даже тебя не будет, а они потом будут расти через какое-то время. И твоим детям, и даже если ты продашь этот дом или участок, кто-то сюда придёт, а тут красивое дерево. Это же прекрасно. Продолжение следует...